Хорошая традиция, родившаяся в прошлом году, поздравлять ветеранов с Днем Победы живыми концертами прямо у них дома, во дворах, продолжается. Сегодня чествуют самых уважаемых, заслуженных жителей микрорайона Чкаловский. Персональное выездное торжественное мероприятие организовал Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил России при участии щелковских работников культуры. Посвящался концерт не только 76-й годовщине Победы, но и еще одному юбилею, важному для чкаловских авиаторов. 80-летию формирования трех женских авиаполков ВВС Красной Армии. Не будь войны, так цвета рос, на деле платятся девчата, но в заливе военных гроз им выпала судьба солдата. Главные герои торжества – ветераны, живые свидетели войны. Старший лейтенант Галина Брок-Бельцова, штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, легендарные пешки, совершившие 36 боевых вылетов. Старший сержант Петр Византийский, воздушный стрелок штурмовика Ил-2, 175 боевых вылетов. Полковник Влада Зырнич, югославский партизан с 13 лет, воевавший против фашистов, а позже присягнувший на верность Советскому Союзу. Полковник Иван Жучков, авиамеханик, участник Венской и Берлинской операций. Подполковник Петр Шалахаев, участник послевоенных, боевых действий на разных континентах. Пора, путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым породом точну серебряным тебе крылом. От руководства городского округа Щелково на праздники сказали слова благодарности героям-победителям председатель Совета депутатов Елена Мокринская и начальник управления по развитию территории Михаил Зубков. Этот праздник отмечают не только в России и странах бывшего Советского Союза. Нашу победу ценит весь цивилизованный мир. Подарки ветеранам вручили уроженец Ливана и его русские друзья. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы спасали мир. Вы не только Россию спасали, вы спасали все мир, отдали жизнь для много-много людей. Я очень умею и большое счастье, что я сегодня с вами здесь. Большое спасибо вам с праздником, с большой победой. Немало сложено стихов и песен про героев-летчиков, авиаторов и авиатрис. А всеми любимые песни военных лет способны вернуть молодой задор даже 90-летним ветеранам. Мы путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. А помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, если у нас еще дома дела. Галина Павловна Брок-Бельцова два года подряд была в числе почетных гостей парада Победы на Красной площади. Общалась с президентом Владимиром Путиным, дарила ему свои книги воспоминаний о боевых друзьях-товарищах. Экземпляры совсем свежей книги достались от боевой летчицы, гостям и этого концерта. Галина Павловна, живя в Чкаловском, гордится тем, что есть кому передать славную авиационную работу, что рядом с ней настоящие герои, о которых она еще напишет. Будем Родину защищать настоящим образом. У нас в Риме есть место для подвига в нашей жизни. Мы летчики-испытатели. У них была статья, что у нас есть таких три парня и на трех девять орденов лужества. Сегодня они здесь с нами. Это национальная гордость России. В честь и хвала тем, кто испытывает, пускает в жизнь новые машины, в том числе и шикарные вертолеты. Преклоняемся, всех благ вам желаю. Спасибо. А ведь я рано хочу сказать спасибо за победу. Спасибо за победу. И пусть ваш полет длится еще долгие годы. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Это радость. Наши аплодисменты, друзья. Друзья, нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, наши офицерские пичтери. Ура! 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 Ура!